Сергей Миронов. Коллекционер, лицемер, оппозиционер и прочие. Часть вторая. Лицемер. Но для начала небольшая презентация. Он 10 лет был третьим лицом в государстве, возглавляя Верхнюю Палату Парламента. Теперь руководит фракцией в Нижней. У него 5 дипломов. Геолог по первому образованию, но имеет также высшее техническое, экономическое, юридическое и философское образование. Он посвятил собиранию камней 40 лет жизни. Свою богатейшую коллекцию минералов, хранившуюся в рабочем кабинете, он решил передать в дар государству. Геологическому музею полторы тысячи экземпляров, и среди них есть уникальные образцы, добытые им самим. Правду говорить легко и приятно. Говорить искренне без всякого кокетства, потому что, ну представьте себе, вот я шестой год председательской федерации, 24 часа в сутки. Были все, там были интриги, там были какие-то там провокации, там были выборы, когда там стенка на стенку, и там вот все вот. То я там делал свою карьеру, и всегда нужно расти. И если мне жизнь дает такой шанс, я этим шансом должен воспользоваться. И когда меня избрали председателем святой федерации, я понял, что да, это шанс, когда можно действительно влиять на принимание закона. Вы знаете, у меня в биографии есть такой факт, 18-летний. На протяжении 18 лет я работал в геологии. Получив в жизни такой шанс, я действительно решил ему воспользоваться. Одно дело, когда человек находится в одних условиях, на одном посту, и исповедует, или, может быть, его вынуждают исповедовать. Это очень важно. Одни ценности, а другое дело, когда он меняет все, и получается, что он другой человек. Это тандем в работе президента и председателя правительства Владимира Путина. Я думаю, что явят очень положительные результаты для России. Но в этом не было никакого моего личного интереса. Например, мне очень нравится, когда я куда-то еду, и впереди там вот эти вот ГАИ. Все 9 лет, которые я находился на посту председателя Совета Федерации, я не допускал партизации Совета Федерации. И я делал все, что мог, чтобы не допустить партийную конкуренцию в эту палату. Единственное возможное условие недопущения катастрофы – это уже сегодня реальная политическая конкуренция. Реальная многопартийность, защищенная как законом, так и волей власти. Выходит, какой-то абсурд. Так нужна политическая конкуренция или не нужна? Когда Сергей Миронов во главе Совета Федерации, тогда она не нужна. Когда он изгнан из Совета Федерации, тогда она вдруг понадобилась. В 2003 году впервые, так как я никогда не был членом КПСС, я стал членом партии «Жизнь». Но ведь что произошло? В 2006-м вы были один из столпов власти. Вы тогда говорили и о продлении срока президента, и о возможности третьего срока. И вы воспринимались как человек абсолютно лояльной власти. И тогда, я помню, когда появилась партия, говорили, что это не сурковский проект, но тем не менее, да, есть поддержка Кремля, и Кремль относится серьезно, и какие-то там разные системы отношений. Что произошло с 2006 по 2011, что Миронов из одного из столпов существующей власти вдруг превратился реально в жесткого критика? В 2006 году я понял, что будущее в нашей стране засосал демократией. Что же на самом деле понял Сергей Миронов? Он понял, что не имеет никакого политического будущего. На парламентских выборах 2003 года его партия жизни получила менее процента голосов. На президентских выборах 2004 года он лично получил 0,75%. Как же сохранить свое место в политике? Выход был подсказан в Кремле. Политическое рейдерство. Миронов стал исполнителем гнусной операции по захвату партии Родина, изгнанию ее лидера, присвоению ее организационной структуры, а потом замене ее идеологии и актива. Так родилась справедливая Россия. Не случайно Миронов замешкался в ответе на вопрос, что случилось в 2006 году и начал городить околесицу. Как теперь мы должны трактовать его слова об оппозиции, сказанной буквально этим летом? Отношение к оппозиции является важнейшим показателем цивилизованности и политической культуры правящего класса. Выходит, что нет у Миронова ни цивилизованности, ни политической культуры. Все это объявилось только с того момента, как он покинул Совет Федерации. Что это? Конечно же лицемерие. Ну и еще один пустячок. Сергей Миронов, будучи геологом, как-то не сжился с профессией после возвращения из Монголии. Как и многие ему подобные, Сергей Миронов окунулся в коммерцию. С 1991 по 1993 год он являлся исполнительным директором АОЗТ Русская торговая палата. Затем два года в той же должности в акционерном обществе строительной корпорации Возрождения Санкт-Петербурга. И хлебные заказы имелись на строительство в исторической части города. И заказы на реконструкцию старых зданий. Вот тогда-то, оказывая услуги мэрии Петербурга, Миронов вписался в команду Пула. И началась политическая карьера. Брал ли он? Если брал, то, наверное, немного. Но в конце 2000 года прокуратура предъявила Миронову обвинение по статье «Превышение власти или служебных полномочий». Речь шла о соучастии в необоснованных бюджетных затратах в пользу издательского дома «Смена» общей сложности на 400 миллионов рублей. Следствие установило, что на одном из документов стояла подпись Миронова. Но скоро обвинение было снято и дело закрыто. Да и какое может быть дело против заместителя руководителя избирательного штаба Путина по Санкт-Петербургу на президентских выборах 2000 года? После волнительных 90-х и невероятного карьерного взлета можно было и с коррупцией побороться на словах. На деле коррупция только усилилась. Но это уже не важно. Кто у нас теперь только не борется с коррупцией? Только коррупции от этого ни жарко, ни холодно. Потому что борются с коррупцией в основном лицемеры.